Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале! Спасибо, что заглянули! Не забывайте подписываться на мой канал, а мы, пожалуй, с вами начнем! Сегодня у нас обалденное блюдо! Я обожаю сливки и макароны, а у нас сегодня макароны со сливками и сердечками. Здесь у нас оливки, огурчик, имбирь, луковые кольца, в общем, все самое лучшее. На улице пасмурная погода, поэтому мы можем с вами пожрать. Я обожаю вообще кушать, снимать мукбанки именно в пасмурную погоду. Летом такого аппетита, как осень, не бывает. Здесь, конечно, очень много. Гляньте, какие огромные макароны! Я была в шоке, когда в первый раз увидела. Сегодня мы с Твиксом идем на плановое обследование к ветеринару. Просто мне врач говорил, что через полгода после кастрации обязательно приходите. Полгода прошли. Вроде как. Ну да, прошли. Поэтому идем обследоваться. Записались на 12. Уже полдвенадцатого. За полчаса сниму мукбанк, нажжусь и пойду. Сегодня хотела бы зачитать комментарий, который немного меня подверг в шок. Здравствуйте, Айка! Как меня раздражают все эти азербайджанцы, дагестанцы, чеченцы у нас здесь в городах. Вести себя не умеют. Сразу видно, с гор спустились. И почему все так стремятся переехать в Россию? Почему так не живется у себя дома? Уже даже квартиры им не сдают, а они все равно все приезжают. Никакой культуры. Как меня раздражают все нерусские в России? Вот такой вот комментарий я прочитала. И мне бы хотелось ответить. Во-первых, я не понимаю, почему вы пишете этот комментарий под моим видео. Потому что я не живу в России. Это раз. А во-вторых, я не понимаю ваш негатив. Во-первых, Россия для русских лозунг уже неверный. Потому что в состав России входит Чечня, Дагестан. То есть это уже говорит о вашей безграмотности. что касается того, что все переезжают в Россию. Мне кажется, это было в 90-х. Но сейчас такого уже нету. это раз. А вообще, у нас в Баку 7% населения это русские. у нас очень много русских. У нас очень много русских. у нас очень много русских лозунг. У нас очень много русских лозунг. Мы никогда не отделяли его, что он русский. говорит, столько русских. Ваши же тоже куда-то переезжают. Сейчас, например, очень много людей переезжают в Турцию. Нельзя делить людей по национальному признаку. Каждый человек имеет право жить там, где ему хочется. Например, я хожу в салон. И там хозяйка, не знаю, украинка или русская. В общем, славянка. Мне она очень нравится. Она такая крутая женщина. И мне без разницы, что какой она национальности. И весь у нее там персонал, так скажем. Девочки, которые работают в этом салоне, почти все русские. Но у меня нет такого, что она русская, не пойду к ней. Или она русская. Не сдам ей квартиру. Сколько здесь у нас в Азербайджане таджиков приезжает на заработки. отлично все к ним относятся. То есть, я считаю, что вы неправы. В корне неправы. Надо уметь жить дружно. Мне, например, без разницы национальность человека. Вот абсолютно искренне вам говорю. Поверьте мне, среди всех национальностей есть и плохие, и хорошие. Я помню, однажды мама, когда работала в России еще у нее был магазин, и рядом был другой магазин. Не помню, что там произошло. Со светом проблемы или еще что-то. В общем, соседка начала кричать на маму вот, понаехали нерусские моя мама с детства родилась в Дагестане, всегда была гражданкой России. И, мои хорошие, вы не представляете, сколько русских живет тут, там, в Казахстане, сколько русских. Не знаю, в Азербайджане сколько. Нужно просто быть более толерантным. В Азербайджане, я ехала в Саратов, ехала в поезде, в этот поезд я села по Махачкале. Так получилось, что это был пласкарт, то есть не купе. как раз были моменты, когда война. Помните, в апреле какого-то года тоже были столкновения в Карабахе. В общем, я лежу на нижнем сидении, на нижнем месте, мать и сын армяне. я увидела, что у них паспорт армянский был. И мы всю дорогу просто молчали, никто никому не сказал ни слова. Лишь иногда просто наши взгляды с этим парнем сталкивались. он знал, что я из Азербайджана, а я видела, что у него паспорт как раз таки армянский. И как сейчас помню, на нем висел такой огромный крест. И мы всю дорогу проехали. Ни слова не промолвили друг другу. Ни слова. Лишь изредка, наверное, где-то раза три за все время мы так встретились взглядами, я сразу отвела взгляд. Я сидела с компьютером в наушниках и монтировала уже третий раз одно и то же видео, потому что мне реально было очень страшно. Хотя мы находились на территории России, то есть я понимала, что в принципе-то ничего не может случиться, но все равно мне было страшно. Я типа монтирую видео. Уже третий раз монтирую одно и то же видео. два. Причем я ехала одна абсолютно, без никого. Вот такая ситуация у меня была. они с мамой что-то на армянском говорили, я не понимала, что они говорят. у нас, у казахов, у азербайджанцев, у турков очень похож язык. Я вам рассказывала, да, однажды я смотрю какой-то казахский канал, видимо, на ютубе. Я прочитала название, захожу на видео, смотрю-смотрю новости, я не понимаю, кто это такие вообще. Что они говорят, я понимаю, но я не понимаю, кто это. Прикиньте, на казахском все, что они говорили, я понимала. Так что, мне кажется, в Казахстане мне будет вообще очень комфортно, потому что язык-то я уже знаю. турецкий вообще с азербайджанским похожа. Очень. Сколько сейчас время? Уже без 15. Почему-то в этой комнате воняет лекарствами. Не знаю, каким лекарствам пользуется бабушка, но почему-то как будто стены пропитали этот запах, когда даже бабушка была в деревне, все равно пахло медикаментами. Знаете, иногда в аптеку заходите, вот здесь такой аромат стоит. Я поела, наелась, было очень вкусно. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и будьте хоть немножечко добрее. напоминайте. Следующий. Субтитры сделал DimaTorzok